Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему так тянет обратно сложные отношения? Они были далеки от дьявола, но были хорошие моменты. Романтические вечера, цветы, иногда подарки, красивые слова. Но с другой стороны, были очень неприятные моменты. Молодой человек вляпался в криминал, вечно негватка денег, куча прожитых слёз. Его раздражительность, иногда неуважительное отношение ко мне. В итоге сам и ушёл. Но иногда очень хочется вернуться, как с этим быть, чтобы избавиться от этого мучительного состояния. Ну смотрите, здесь, наверное, в первую очередь нужно обратить внимание на то, что существует некоторая дикотомия, то есть несоответствие между тем, что вы пишете. Во-первых, во-первых, вы пишете, что иногда, ну, вы пишете, что иногда вам хочется вернуться. Но в то же время, вы пишете, что чувство мучительное. Так иногда или мучительное чувство? Это разные вещи. Второй момент. Вы говорите о том, что хотите вернуться. Я думаю, что речь здесь идёт о тяготении к определённому состоянию. То есть, ну, вот так вышло, чтобы выйти и ответить к определённому состоянию. Я имею в виду, ну, психологическому состоянию. И, на мой взгляд, очень важно заметить, к чему всё-таки вы тяготеете. То есть, что это за состояние, которому вы тяготеете. Что оно из себя представляет, это состояние. Потому что до тех пор, пока вы сами для себя не увидите состояние, к которому вы тяготеете, вряд ли вы сможете что-то сделать, чтобы это состояние получить. Ну, вряд ли. Да? Это невозможно. Поэтому первое, что нужно, это чётко для себя увидеть, что это за состояние, к которому я тяготею. Что это за состояние? Что это за состояние? Что это за состояние? Какое оно? Это состояние. Чего мне не хватает? В... Сейчас. Ну, вот, в состояние. Сейчас. Причин может быть много, а того этого вам не хватает. Может быть тоже, тоже, тоже много. Самое простое, первое, что приходит на ум, это потребность в том, чтобы жалеть человека. Потребность в том, чтобы таким образом чувствовать себя в более защищённой позиции. Второе, что приходит на ум, это наказание. То есть вы здесь можете себя наказывать. Предполагаю, что недостойны хороших отношений. Предполагаю, что недостойны вы быть счастливы. То есть, ну, как бы вот, обесценивая в какой-то степени себя, да, получается. Поэтому вариантов может быть много, и каждый вариант, он, в принципе, вполне может быть реалистичен для вас. А то и несколько вариантов. Более такой интересный вариант, с точки зрения векторов, количества векторов, заключается в том, что вас с молодым человеком что-то объединяло. Да? То есть у вас было что-то общее. И на это общее вы как-то реагировали. То есть для вас это имело какое-то значение, то есть было между вами общего. Вот. Тоже весьма интересный аспект. Да? Какое значение для меня имеет то, общее, что между мной и молодым человеком есть. Следующий момент не является вариантом. Следующий момент является, скорее, обязательным фактом. это то, что вы как-будто бы своей собственной жизнью не живёте. То есть вы как-будто бы не обращаете внимания на свои интересы, на своё увлечение, на то, что вы вообще хотите от жизни, как вы видите себя в жизни. Вот. И, соответственно, что вы для этого делаете? Иными словами, речь идёт о реализации. Имеет значение и то, как вы относитесь к себе и к себе. Что есть? Что есть? Как вы к себе относитесь? Заботитесь ли вы о себе? Любите ли вы себя? Цените ли вы себя? Уважаете ли вы себя? Видите ли вы себя как отдельную личность? Вот. И так далее. Вот те моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Да. Конечно. Имеет большое значение то состояние, которое вы испытывали в отношениях. И то, чего вы ждали от них. Вполне вероятно, что именно фрустрация, именно фрустрация от нереализованности того, чего вы ждали, здесь играет большую роль. Вполне возможно. Такое. Я не говорю, что это наверняка так, но, тем не менее, очень часто, это играет существенную роль. Поэтому с этим моментом, конечно же, нужно разбираться. То есть нужно это тоже отдельно исследовать. Сейчас у вас, сейчас у вас, такой возможности, как мне кажется, нет. То есть сейчас вы нацелены, как бы, да, на что вы вообще нацелены, кстати говоря. То есть что вам интересно посещать вообще. Давайте попробуем и на это обратить тоже ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обрядную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь всем, обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok